Лучшие и худшие формы магния. Поговорим об этом сегодня. Почему вообще магний так важен? Он участвует в трёх сотнях разных биохимических процессов и в огромном числе ферментов. Витамин D связан с двумя с половиной тысячами генов, но гены — это не ферменты. Количество магния в теле почти невозможно определить. Да, это так. Анализ крови ничего не скажет о том, что происходит в клетках. А большая часть магния, 99%, находится внутри клеток, и только 1% в крови. Так что сделать тест на магний очень сложно. И я не знаю никого, кто сделал бы это корректно. Из пищи человек обычно получает крайне мало магния, а ведь он ключевой элемент в производстве энергии. Глубоко в клетке есть роторный двигатель. Это самый мелкий двигатель в природе. Он вращается со скоростью от 100 до 400 оборотов в секунду. Магний нужен для его вращения и производства энергии. Магний также очень важен для витамина D, который не работает, если магния не хватает. Вероятно, вы знаете, что К2 — ключевой витамин, который не пускает кальций в мягкие ткани. Но вы могли не знать, что К2 зависит от магния. Камни в почках, как правило, состоят из эксалата кальция. Так вот, магний может препятствовать их образованию, ведь он управляет кальцием. Магний необходим сердцу. Он снижает давление, предотвращает спазмы мышц, убирает мигрени, улучшает сон. Итак, посмотрим на разные формы магния. Начиная с самой плохой — худшей из худших. Очень плохо усваивается. Она называется оксид магния. Обычно в одной капсуле умещается 400 мг оксида магния. Но вы можете не знать, что усвояемость оксида магния всего 4%. То есть 96% проходит транзитом. Но есть и другие формы магния, и лучшая из них усваивается на 80%. Вам пришлось бы принять 8000 мг 20 таких капсул, чтобы получить такую же дозу магния, как из добавки высокого качества. Но вы не сможете принять 20 капсул, потому что это вызовет огромный стресс в ЖКТ и сильнейшую диарею. Так что никогда не принимайте оксид магния. Проблема в том, что его продают чаще всего без рецепта. И вот что любопытно. Именно оксид магния обычно используют, когда исследуют действия магния. Что же покажут исследования магния с таким низким усвоением, что от него мало толку? Вот почему есть такие разные оценки пользы магния. Ну а врач скажет, что ж, было доказано, что магний не работает. Но у магния есть разные формы, и они отличаются. И нельзя принять магний в чистом виде, потому что его нужно транспортировать. Поэтому он всегда идет с чем-то еще. И последнее, оксид магния продают супер дорого, долларов по 10. Но если покупать его оптом, можно купить килограмм где-то за 5 долларов. Если взять пузырек с оксидом магния, то стоимость его содержимого будет примерно 10 центов. Сам пузырек стоит дороже, чем магний внутри. Итак, мы начали с наихудшей формы магния, оксида магния, и теперь движемся выше. Эти формы в основном оценены по степени усвояемости. Но я расскажу и об уникальных особенностях каждой из них. Следующая — магния сульфат. Процент усвоения около 10, немного лучше. Это сильное слабительное, а также наружное средство для расслабления мышц. Идем дальше. Магния ротат. Его усвояемость составляет примерно 15%. Он уникален тем, что проникает через стенки клеток. А внутри клетки может помочь создавать энергию. Хороший антиоксидант, а также поддерживает ДНК. Следующий в списке — магния таурат. Усвояемость средняя, около 20%. Немного лучше. Эта форма полезна для сердца, особенно в плане кровяного давления, и для поддержки нервной системы. Идем далее. Магния лактат. Он усваивается чуть лучше, на 25%. Он мягче действует на ЖКТ, и его слабительный эффект ниже. Полезен для сердечно-сосудистой системы и в плане энергии. Эту форму обычно добавляют в масла для наружного применения. Но беда в том, что магний обычно не проникает через кожу и не попадает в кровь. Он не может попасть в кровь через кожу, но может попасть в мышцы и помочь им расслабиться. Многим людям помогает, когда они втирают такой магний в мышцы перед сном. Так что неплохой вариант. Следующий — магниоцитрат. Усвояемость около 30%. Многие пьют его для профилактики камней в почках. Цитраты связываются с аксалатами, мешая им связываться с кальцием. Он также помогает с детоксикацией, при проблемах с сердцем и при высоком давлении. Кроме того, его выпускают и в жидком виде. Следующий — магния-малат. Его усвояемость лучше — 40%. Он хорош при синдроме хронической усталости, фибромиалгии, добавляет энергии, помогает мышцам. Следующая форма называется магния-трианат. Усвояемость — 75%. Однако он оказывает слабое воздействие на что-либо ещё, кроме мозга. Ведь он преодолевает гематоэнцефалический барьер. Поэтому он хорош для когнитивных функций и сна. Но если нужна польза для всего организма, он не подойдёт. Теперь переходим к тому, что принимаю я. Это лучшая в плане усвоения форма магния. Магния-глицинат. Он усваивается до 80%. Это много. Он хорош тем, что не обладает слабительным эффектом и очень мягко действует на ЖКТ. Он помогает при мышечных спазмах, хорош для сна, расслабления, при стрессе, отмигрений и не влияет на другие минералы, такие как кальций или железо. И одна из самых важных функций магния, и я хочу это подчеркнуть, позволять работать витамину D. Витамин D не работает без магния. Так что если кто-то пьёт витамин D, но он не работает, вероятно, у него дефицит магния. Магний — натуральный блокатор кальциевых каналов. Он очень полезен для сердца, и он следит, чтобы нигде в теле не было отложений кальция. Магний также участвует в секреции инсулина и повышает чувствительность к инсулину. Вот почему у диабетиков почти всегда серьёзный дефицит магния. Я советую пить магний перед сном. Профилактическая доза — 400 мг в день. Терапевтическая — вдвое выше. Но полная доза магния на ночь — слишком много капсул, поэтому распределяйте её на весь день. Магний следует определённому ритму. Самое низкое содержание магния в теле наблюдается рано утром, вероятно, где-то около 6 часов утра. Это его нижняя точка. Зато вечером его количество максимальное. И если у вас бессимптомный дефицит магния, вы можете заметить, что у вас больше проблем рано утром. Я имею в виду бессонницу по утрам, а также спазмы в ступнях или в ногах, которые будят вас рано утром. Именно в это время спазмы у вас чаще всего. Любопытно, не так ли? Это чётко коррелирует с дефицитом магния. А если хотите больше узнать о дефицитах витаминов и минералов, вам сюда. Проблемы со здоровьем начинаются, когда не хватает важных витаминов и минералов. Дефициты могут проявляться по-разному. От хронической усталости до болей в мышцах, от проблем со зрением до снижения иммунитета. Как это безопасно исправить? Помогут ли аптечные витамины? Какие добавки принимать? Как и когда? В курсе «Дефициты нутриентов» доктор Берг расскажет о нехватке витаминов, как они влияют на здоровье и как их восполнить. Более 100 уроков, конспекты и списки. Всё, что нужно, чтобы вы точно разобрались в этой теме. Записывайтесь на курс по ссылке внизу. Продолжение следует...